Живые цветы, сухоцветы, шишки, еловые ветки, семена растений, даже овощи и фрукты. Участники ежегодного конкурса «Любимому городу наш букет» в который раз доказали, что красивую композицию можно сделать из каких угодно материалов. В прошлые годы мы принимали и вышивки, и рисунки, и поделки разнообразные на тему букет нашему городу. В этом году мы немножко ограничили работы. Мы в основном принимали букеты живых цветов и сухоцветов или овощей. Ну, конечно, те люди, которые нам принесли рисунки, которые принесли поделки, конечно, мы их взяли и их можно тоже увидеть на выставке. Традиционно в конкурсе приняли участие местные жители, воспитанники детских садов и школ со всего Ленинского городского округа. Работы принимались с 30 августа по 6 сентября и сразу же отображались в фотоснимках. Природные материалы, увы, недолговечны. Всего на суд жюри было предоставлено более 80 композиций. Выбрать из них лучшее оказалось непростым делом. У нас было три номинации. Самый оригинальный букет, букет из живых цветов и букет из сухоцветов. В каждой номинации по три места. И еще мы ввели несколько дополнительных номинаций для работ, которые немножко не попали ни в какую категорию, но они были такие удивительные, что жюри их не могло не отметить. Специальные номинации и городские мотивы члены жюри отметили композицию четырехлетней воспитанницы детского сада «Родничок» Вероники Муратовой. Это вот наши красные дома, которые у нас на школьной, вот эти маленькие, да, то есть вот, которые цветущие. Тут у них, значит, утки, которые они видят в пруду в нашем. То есть они прямо вот все наши особенности нашего города уместили в эту работу. Сейчас все конкурсные работы выставлены в холле библиотеки. Посетители могут не только полюбоваться красочными букетами, но и ощутить исходящий от них потрясающий аромат уходящего лета. Мне нравится выставка, красиво. Это нужно быть мастером, чтобы такое сделать. Очень хорошо получилось. Список победителей уже размещен на сайте библиотеки. Все они получат сертификаты и памятные подарки. Книги, конечно. Церемония награждения состоится в ближайшее время. Следите за анонсами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. А, поскольку у нас... Продолжение следует...